Салам, родные мои! Спасибо всем тем, кто участвовал в голосовании на моем канале. Я реально думал, что вам будет больше интересно смотреть, как зарабатывать на Аризоне, а оказывается это вообще не так. По поводу пути бомжа, да, эта рубрика точно будет у меня на канале, но я не знаю, на каком сервере ее снимать, создавать новый аккаунт для этого или же продолжать на этом аккаунте. В целом же сегодня будет одна из рубрик, которую я вам предлагал в этом самом голосовании. Сегодня мы с вами дадим 1 миллион бомжу, которого найдем с вами на сервере и попытаемся его отправить на центральный рынок. И посмотрим, что он купит на 1 миллион на центральном рынке, не зная Аризону, как я надеюсь на это, не зная экономику проекта и не зная вообще ничего. Посмотрим, что из этого всего выйдет и возможно вообще получится так, что этот бомж меня кинет после того, как я ему передам этот самый 1 миллион. Но в целом я надеюсь на позитивный сюжет в этом видеоролике и надеюсь, что у меня все получится. Поэтому я желаю вам приятного просмотра и не забывайте, пожалуйста, теперь при регистрации на сервере вводить мой промокод хэштег фавелка шоу. Все маленькими буковками в начале хэштег. Ну и конечно не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки и конечно же писать свои комментарии. Желаю вам приятного просмотра и погнали смотреть. А мне-то как жаль. Правда в том, что после стольких лет начинаешь терять не только аппетит. Когда так долго носишь маску, то забываешь кто-то под ней. Что ж, давайте начнем этот эксперимент и найдем бомжа. Для этого мы отправляемся с вами в Лос-Сантос на спаум бомжей-новичков для того, чтобы найти именно новичка, а не какого-нибудь уже прокачанного игрока. Единственное, наверное, у меня может возникнуть проблема, если я не смогу ему сразу перевести деньги через трейд, тогда, наверное, придется заехать в банк. Что, приехали на вокзал, а теперь давайте искать того самого бомжа, который мне так нужен. Так, а вот вроде бы мой клиент. Давайте сразу спросим, как твои дела. Поговорим с ним немножечко. Ну и ключевой вопрос, насколько он давно тут уже. Давайте сразу проверим эдишник его. 700, так, сейчас, 744 эдишник. И мы видим, что это второй уровень. Хочешь поиграть со мной в игру одну? Хм, уже интересно в какую. Давайте же напишем, что для этого нужно сесть ко мне в автомобиль. Нужно, конечно же, отъехать, чтобы другие нам уже не мешали. Ну а теперь можно с ним поговорить. Собственно, суть я ему рассказал, я просто ему даю миллион, мы с ним едем на центральный рынок, там он что-то покупает и рассказывает, что именно он там покупает. Мне реально интересно, вот он, по крайней мере, что-то купит или он просто получит миллион и, например, выйдет из игры. Ага, он мне еще и номер телефона отдал, вот это вообще замечательно. Так, ну а теперь идем в банк, для того, чтобы я мог ему передать деньги, потому что, если не ошибаюсь, команда трейд на него не сработает, потому что он низкого уровня. Или же все-таки я смогу это сделать. Так, я ему предлагаю, собственно, один миллион. И вроде как там еще комиссия будет, поэтому давайте миллион сто дадим ему сразу. Максимальный только, да, да, да. Но заодно он заведет себе счет в банке и я ему облегчу жизнь на сервере. Так, на самом деле это становится все интереснее и интереснее. Вот чел полностью понимает, что происходит, скорее всего, и он вообще не сопротивляется. И мне кажется, он меня не кинет, вот я уверен в этом. Так, хорошо, все еще интереснее становится. Теперь мне нужно с ним съездить в Лас-Вентурас, если я не ошибаюсь, и там мы сделаем ему счет, а потом уже отправимся на центральный рынок. Когда я это все планировал, я честно, я честно думал, это будет намного проще. Я думал, что я просто найду чела, дам ему один миллион, он быстро пойдет на центральный рынок, что-то купит и в основном все. А здесь мне с этим челом придется даже провести время, что достаточно приятно. Так, давайте пополним до начала основной счет, это пускай у нас будет там полтора миллиона. И дальше мы их сейчас переведем этому челу. Даже я ему оплачу полностью вот эту вот карточку, которую он сейчас будет создавать, 744 тысячу долларов, это ему чисто вот на создание этой карточки. Так, ну судя по всему, все готово, я могу ему, наверное, уже переводить деньги, если он сейчас будет двигаться, то значит точно да. Так, теперь перевести деньги, 744-й идишник и миллион сто. Ну, собственно, как раз с комиссией там вышло миллион семьсот восемьдесят. Короче, семьсот восемь, ну все, вы поняли, короче, да, все. Главное, что миллион у него есть. По сути, по сути, все, можно ехать на центральный рынок, у него никакого ограничения по времени нет, у него никаких правил в основном нет, он может даже купить банально хлопок и лены, и в будущем, например, уже продать его за более дорогую сумму, или же купить себе скин, или же купить себе какой-нибудь аксессуар, который в будущем ему понравится, либо же он будет его использовать как-то, не знаю, с умом, или же просто перепродавать дороже. Мне еще нравится, что у меня попался не просто новичок, а вот именно адекватный парень, с которым даже приятно сейчас играть и проводить время. Даже давайте, так как это первая рубрика, ну точнее первая серия этой рубрики, то если пускай, ну, 10-20 тысяч ему все-таки на что-то не хватит, то мне несложно, я ему эти деньги даже добавлю. Это прям такое минимальное, что я могу сделать в этой рубрике, потому что в основном, ну все, у тебя есть миллион, даже там чуть больше, чем миллион, и надо прям потратить конкретно все. Если бы, кстати, я был на его месте, мне кажется, я бы этот миллион потратил на какой-нибудь аксессуар, который явно в цене будет меняться и будет становиться дороже, например. А вот если у меня остались бы деньги, то, наверное, я купил бы как раз-таки либо условный камень там, либо же, например, хлопок и лен, по той причине, что это можно использовать в каком-нибудь крафте, и, возможно, мне повезет и что-то я продам потом. Либо же, мне кажется, просто искал бы чела, который купит у меня тот же самый хлопок и лен на 1000 долларов, например, подороже, и тем самым я бы все равно ушел в плюс, и, по сути, я эти деньги, которые, по сути, мне дали халявно, вернул бы, и они уже были полноценно мои. Ну что, в основном, я его, наверное, здесь подожду, мне нет смысла особого с ним бегать, я, в основном, тут буду стоять, ждать его, и потом он ко мне просто подойдет и скажет, что он основного купил. Ну, кстати, интересно, где он сейчас, вот, просто, вот, хотя бы поискать его, что? Ну, он на сервере, это точно, потому что я это вижу по айдишнику, он у него не поменялся. Вроде вот, да, 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 вот он, вот он, вот он. Слушай, ну, он пока что пошел грамотно, он не стал покупать первое, что он найдет, а он пытается, судя по всему, все лавочки посмотреть, где что продается и по какой цене, и это, на самом деле, достаточно, опять же, грамотно и круто, потому что, в основном, мне кажется, большинство игроков, получив миллион, они бы просто побежали и скупали бы первое, что видят, потому что не стали бы даже вдаваться в то, что это может быть где-то подешевле, где-то подороже. Но, опять же, это только мое мнение, на самом деле, возможно, все игроки Аризона уже прошарены, и они понимают, что нужно изучать этот рынок, а потом уже что-то покупать. Хотя, когда мне срочно надо что-то купить, я вот покупаю где-то в первых двух-трех лавках, а потом просто забиваю на это все дело, а спустя какое-то время понимаю, что я переплатил, например, 1200 за это все дело. Ну, на самом деле, в этом плане ему даже достаточно хорошо, на него ничего не давит, он никуда не спешит, у него время не ограничено, и поэтому он может достаточно обдуманно ко всему подойти, и, мне кажется, это его очень огромный плюс, потому что в будущем, я думаю, делать всякие ограничения или правила какие-нибудь, но, опять же, это все в будущем, это мой первый видеоролик на такую тему. А если хотите в будущем, чтобы намного больше было всех вот этих у меня денег, и для того, чтобы еще интереснее все это дело было, то, пожалуйста, вводите мой промокод, который сейчас я вам покажу. Ну что, вот и мой промокодик, фавелка шоу, только хэштег в начале, и тем самым вы вводите этот промокод, регистрируйтесь на мой аккаунт, вводите мой ник, за это получаете денежку. Так еще и в этом плане, я прокачиваюсь, у меня появляется больше денег, и я делаю еще интереснее вам рубрики. Мне кажется, он, видимо, что-то нашел, и побежал это все дело покупать, ибо сейчас я его просто не вижу, где... А, нет, вон он, вон он, вон он, да? Нет, это не он. Так, блять, пока свой промокод, хэштег, фавелка шоу рекламировал, потерял своего клиента. Или же он настолько смелый, что пошел здесь торговаться в этой толпе? Ого, так, он, походу, с кем-то сейчас пытается торговаться, они тут что-то предлагают друг другу, мне аж интересно стало. А, он кирку себе хочет, чего? 200к? Ну, не-не-не, кого? Кирка стоит, братик, несколько миллионов, десятков миллионов. Но от этого еще интереснее, этот человек вообще, по сути, походу, не играет на Аризоне, либо же не знает экономику Аризона, то есть, ну, сами понимаете, и от этого прикольно. Но, кстати говоря, у него осталось 200 тысяч, то есть, он потратил, получается, как минимум 800 тысяч. А вот на 200 тысяч на центральном рынке что-то купить, ну, здесь уже намного сложнее. Можно, конечно, по приколу найти какой-нибудь ларец за 200 тысяч, хотя, мне кажется, вряд ли 200 тысяч слишком мало, но если он найдет его, то, может быть, что-нибудь из него даже выбьют. Ну, все, судя по всему, походу, все купил, пошли в авто. Слушайте, ну, он почти миллион потратил, у него осталось всего ничего. Пока я его на вокзал буду везти обратно, он мне расскажет, что он, в основном, купил. И для начала он купил два пистолета, что достаточно неплохо, на самом деле. То есть, учитывая, что у него миллион, у него не было что-то прям мега крутого. И 20 автоматов у него есть, которые, например, в будущем он может тоже продать, либо же использовать для чего-либо. Так, рваные штаны он купил, хорошо. Вот повязка баллоса, это точно ценная вещь. Вот это вот ему даже, наверное, пригодится, если он, например, захочет скрафтить скин баллоса. Вот череп он купил, который, скорее всего, можно для тюнинга использовать, если я не ошибаюсь. И подарок. Распредвал купил для автомобиля. И что еще интересного? Слушайте, он достаточно много купил на один миллион. Краситель он купил. Ну вот краситель, посмотрим, опять же посмотрим. И жареное мясо оленины. В целом, в целом, если так задуматься, он использовал миллион по максималке. То есть он не купил два предмета, как это думал я, а он купил достаточно много всего. И, например, детали для автомобиля, это явно на будущее, либо же это на перепродажу. Тот же самый аксессуар какой-нибудь можно было бы купить и в будущем вообще не продать. А здесь он может его использовать и достаточно грамотно использовать. По поводу оружия, ну, я бы, например, наверное, не стал бы покупать оружие, но, опять же, он может найти кого-нибудь, кому можно в будущем это продать. Поэтому, в целом, мне кажется, неплохо и даже интересно. То есть это реально было интересно. Новичок покупает товар, который, по сути, сам не знает, зачем возможен. И от этого намного интереснее все становится. Хотя, слушайте, ну, у него мало денег осталось, потому что он, по сути, тратил вообще все, что он только заработал за это время. Поэтому 744-10 тысяч ему дадим буквально на чай. Ну, реально, крутой чай, мне понравилось. Вот в этом плане я получил море удовольствия просто от того, что этот человек был приятен в общении. С ним было приятно вот ездить в банк, получать ему карточку, переводить деньги. И то, как он общался, это было настолько грамотно, настолько приятно. Поэтому, если ты все-таки посмотришь данный видеоролик, то огромное тебе спасибо, что ты принял в этом участие, что ты не стал отказываться от этого всего дела. Я надеюсь, что все то, что ты купил, ты потратишь это с умом. Условную краску ты потратишь на автомобиль, как и деталь для автомобиля. А все остальные предметы, я надеюсь, они тебе тоже в будущем понадобятся. И ты не зря все-таки потратил эти деньги. Ну, а на этом я завершаю данный видеоролик. Надеюсь, он вам был интересен. В будущем намного лучше все будет, намного интереснее. Ну, а пока что начинаем с того, что имеем. Я благодарю всех вас за просмотр данного видеоролика. Надеюсь, он вам был интересен. Надеюсь, вы получили какое-то удовольствие от просмотра этого видеоролика. И надеюсь, что в будущем именно вы попадетесь мне, чтобы я вам дал намного больше денег, и посмотрел, что сделаете с этими деньгами именно вы. Всем удачи и всем пока.